всем огромный привет меня зовут юлия вы на моем вязальном канале julia m вязание рада всех видеть сегодня мы с вами свяжем вот такой вот пуловер он вяжется из вида я подпишу название и состав размер у меня 42 44 этот пуловер оверсайз у него удлиненные рукава и сам он тоже немножко длиннее чем я вижу обычно изделия он достаточно широкий все параметры я тоже подпишу обязательно можно вязать также на другой размер начала у всех одинаковая вяжите как я начинаю но дальше вы можете за счет более быстрого расширения регланных линий реглана сделать изделия шире длиннее в общем все на ваше усмотрение но начинаем и все одинаково я вставлю фотографии еще как смотрится на мне этот пуловер я очень довольна им после в итоге он преобразился и вы увидите конечно же разницу но параметры его практически не изменились то есть пряжа не растягивается и не садится и это отлично давайте вязать и так на размер 42 44 можно конечно на 46 тогда будет свободу облегания поменьше я вот такие вот параметры вам предлагаю 19 сантиметров ширина горловины вот от этой точки до этой здесь у меня 20 сантиметров длина то есть вот это вот треугольник такой неравнобедренный немножко ширина изделия 56 сантиметров длина регланной линии у меня 25 сантиметров от этой точки до этой без учета подрезов дальше рукав 68 сантиметров три сантиметра на резиночку и 57 сантиметров это длина изделия вот от этой верхней точки и до самого низа на спицы номер два с половиной я набираю 80 петель это 2 петли кромочные у меня по 12 петель на рукава 46 спинка и по 2 петли на 4 регланной линии я первым рядом набор у меня без открытых петель первым рядом я разделяю регланной линии ставим маркер по центру регланной линии то есть одну регланную линию провязала одной регланной петли провязала маркер и вторая регланная петля таким образом у нас на спицах получается таким образом у нас на спицах получается 80 петель и расстановка маркеров теперь нам нужно вывязать углубление для горловины спинки и и после этого мы будем делать прибавки для увеличения v-образной горловины я схематически покажу что я буду делать для того чтобы у нас была округлая горловина спинки и так у нас вот вот так примерно да вот так и v-образная горловина здесь у нас 46 петель по спинке две петли для реглана здесь тоже две петли для реглана одна петля кромочная и здесь 12 петель у нас по рукавам для того чтобы сделать горловину округлой по спинке мы будем вязать таким образом мы вот здесь отсюда будем вязать сейчас это у нас начало ряда мы провяжем вот эти вот петли все с прибавками так как у нас будет сейчас лицевой ряда 2 ряд лицевой сделаем при бабочки вот здесь и кроме прибавки мы должны отсчитать 5 петель 6 обернуть развернуться довязав до рукава до провязать 4 петли рукава 4 петли рукава провязываем 5 оборачиваем разворачиваемся дальше мы провязываем еще пять петель 6 оборачиваем поворачиваемся вяжем опять-таки сюда здесь мы еще две петли кроме вот это еще две петли провязываем 3 оборачиваем и идем вот сюда здесь еще три петли 3 петли провязали 4 обернули и только после этого мы уже до конца возвращаемся вот до этого точки так провязали все это проделали у нас получится такой вот треугольничка бы до такой такая выпуклость при этом вот здесь у нас не будет никаких прибавок укороченных рядов да поэтому эта сторона останется у нас такой вот узкой да это пошире и за счет этого будет углубление переходим сюда здесь делаем то же самое то есть мы будем провязать вот все вот это вот до конца ряда и опять начинаем то же самое проделывать то есть мы провязали вот сюда до спинки 5 петель 6 обернули вернулись 4 петли провязали 5 обернули вернулись на спинку провязали 5 провязали 6 обернули вернулись 2 провязали 3 обернули вернулись 3 провязали, четвертую обернули и вернулись до конца ряда. При этом каждый раз в лицевом ряду мы делаем прибавки. Все, после этого у нас уже два таких вот углубления будет, и мы можем спокойно вязать, делая прибавки по горловине в каждом втором ряду. И таким образом у нас будут плечи вот сюда поближе, поближе к шее, и округлая горловина. Вот таким вот нехитрым, а точнее, возможно, хитрым способом вырисовывается углубление по спинке. Сейчас покажу наглядно, как мы это делаем. Итак, снимаем кромочную, не провязывая. Дальше у нас пошла регланная линия. Я не вытаскиваю сейчас из предыдущего ряда, я делаю скрещенный накид. Тут вся сложность в том, чтобы разобраться, куда его повернуть, этот накид. Так, сделали, провязали одну петлю регланную, вторую петлю регланную, и, опять-таки, прибавка. Дальше мы перешли на петли рукава. Их мы провязываем, напоминаю, да, как я сейчас показывала по схеме. Просто провязываем. Так, опять у нас регланная линия, и опять мы делаем прибавку. Таким образом получаются самые аккуратные прибавки. Так, и вот здесь мы уже отсчитываем 5 петель. Раз, два, три, четыре, пять. Есть несколько способов, как вязать укороченные ряды, да, как оборачивать петлю. Я делаю это самым простым, и меня он пока во всем устраивает. Я просто, не провязывая, снимаю петлю, нить за работой, и переворачиваюсь. Вот, теперь я ее снимаю, опять-таки, не провязывая. Мы, как бы, этой нитью рабочей обернули петлю. И вяжем дальше. Здесь у нас прибавок нет, это изнаночный ряд. Мы провязываем эти накиды, которые у нас образовались. В предыдущем ряду. Так, и считаем теперь петли по рукаву, чтобы также сделать укороченный ряд. Раз, два, три, четыре. Пятую петлю мы оборачиваем, только уже рабочая нить перед работой. Вот так вот обернули. Так же снимаем ее, не провязывая. Вяжем дальше. При этом, опять-таки, делая прибавку. Прибавку мы делаем таким образом. Тут вот накид, да, такой скрещенный. Чтобы рабочая нить, как бы, выходила вот из этой рекламной линии. Так. Вот, видите, я вот так вот оборачиваю. И вот здесь вот у нас вот эта вот ниточка, она идет из регламной линии. И здесь тоже самое противоположно. То есть должны быть симметрично. Тогда будет очень аккуратно и красиво. Так, теперь мы можем спокойно довязать вот сюда. Посмотрите, как мы поднимаем, чтобы не было дырочки. Как мы красиво провяжем сейчас эту укороченную петлю, переходящую, да. Поднимаем нить и провязываем две вместе, как бы. Теперь мы отчитываем еще раз пять. Раз, два, три, четыре, пять. Шестой опять оборачиваем. Вяжем опять. Тут без прибавок, без убавок, все. Мы просто вяжем изнаночными петлями до второй точки по рукаву. Когда вы провязываете вот эти вот скрещенные накиды, смотрите внимательно, чтобы их не раскрутить, как бы, чтобы не было дырочки в итоге. Так, мы провязали. И как мы поднимаем вот здесь, да, у нас изнаночная сторона. Поднимаем с лицевой также, да, и провязываем пять, две вместе. Вот эту вот обернутую нашу петлю. Провязываем две петли. Третью оборачиваем. И вяжем опять до спинки. До третьей точки разворота. Так, здесь у нас опять-таки уже лицевой ряд. Мы делаем скрещенный накид. Провязываем регланную линию. Скрещенный накид. Так, сейчас я вам покажу, да, что никаких дырочек. Все очень красиво, очень красиво получается. Вот то, о чем я говорила, расхождение прямо вот этих двух регланных линий. Так, и теперь мы вяжем до той петли, которую оборачивали. Тут даже можно уже спокойно не считать. Так, потому что ее мы видим, ее мы найдем. Так, довязали, подняли эту нить, провязали две вместе как бы, да. Вот, у меня немножко расслабилось вязание. И провязываем три петли. Раз, два, три. Четвертую петлю мы опять оборачиваем и вяжем в этот раз уже до самого конца. Здесь мы, в принципе, все провязали по этой стороне. Теперь вяжем мы до конца. Провязали. И следующий ряд у нас без разворотов, без укороченных рядов. Посмотрите, да, какая у нас конструкция получается. За счет того, что ряды укорочены, мы вывязали вот такой вот треугольник, можно сказать. Теперь мы вяжем с прибавками по регланным линиям до самого конца, вот сюда, до этого ряда. После того, как мы провяжем до конца этого ряда, мы будем делать то же самое, только зеркально. То есть мы провяжем сюда, развернемся после пятой точки по спинке, развернемся после четвертой точки по рукаву, развернемся после пятой по спинке, после второй по рукаву, после третьей по спинке и вернемся вот сюда. дальше мы будем делать уже прибавки по горловине расскажу о том как делать прибавки для v-образной горловины делаем мы в каждом втором ряду и прибавка у нас сразу после кромочной должна вы можете прибавлять как скрещенным накидом так и из протяжки так как кромочная обычно такая растянутая я предлагаю из протяжки все-таки поднимать скрещивать и таким образом увеличивать горловину и конечно же смотрите по высоте можете сначала в каждом третьем ряду потом в каждом втором но я буду прибавлять в каждом втором у меня уже был опыт одного такого пуловера и мне в принципе нравится что там получилось по форме поэтому я буду делать именно так при этом обязательно конечно же прибавки делайте в рекламных линиях каждом втором ряду и должно получиться около 20 сантиметров до того момента как мы собираем все в круг но конечно же при этом нужно смотреть чтобы v-образная горловина не ушла слишком глубоко да в общем регулировать будем сейчас все с вами и так я провязала прибавляя в каждом втором ряду по горловине и вот здесь не доходя до конца где-то сантиметров 10 я начала прибавлять в каждом третьем ряду по регланной линии именно рукава там где рукав я не прибавляла вот вот с этой стороны да я рекомендую себя смотреть по своему по своей комплекции по своему размеру по своим предпочтениям я не люблю слишком широкие рукава и поэтому мне кажется что так будет лучше если рукав будет не одновременно прибавляться с горловиной сейчас я вам скажу по сантиметров сколько здесь у меня получилось так сама высота горловины от линии регланной от линии реглана получается 25 сантиметров спяните 26 рекламная линия примерно также 24 где-то 24 сантиметра вот плюс еще будет подрезы поэтому нужно все учитывать если что подрезаем потом можно подкорректировать сначала их набрать а потом убавить тогда будет ширина рукава поменьше сейчас я вам скажу по петлям сколько у меня получилось почему я остановилась у меня сто четыре петли по спинке сейчас 52 на одной стороне 52 петли на другой стороне и по рукавам у меня 64 петли сейчас вот сейчас я должна все это соединить в круг оставив рукава на отдельных спицах и здесь одна петля на вторую набрасывается таким образом соединяется соединяются две части и вяжем по кругу просто уже тело все покажу как все это сделать ничего сложного здесь нет если вы знаете вы считали точное количество петель для своей ширины то соответственно вы вяжете до того момента когда ваше количество петель уже будет совпадать минус петли подрезов но у меня это не принципиально поэтому я наберу по 10 петель подрезов но вот смотрите внимательно сейчас у меня нить рабочая получается слева она должна быть справа я просто переодеваю петлю с правой спицы на левую и набрасываю ее как бы на так здесь у меня видите достаточно широкая петля такая получилась растянутая поэтому я сразу подтяну сразу потяну ее обратно вот получается мне не 52 плюс 52 а 52 и 51 то есть будет 103 петли и все мы теперь вяжем по кругу сначала нужно провязать первую половину и ряда когда мы дойдем сюда до регланной линии я вам покажу как дальше так мы доходим до линии реглана и эти две петли я всегда включаю переднюю часть переднюю в основную часть в общем две петли я сюда также провязываю остальные это у меня будет петли рукава и я сейчас их закрою обычным способом просто возьму другую нить на контрастную и просто закрою их вот таким образом для удобства примерки и для удобства вязания потому что в принципе можно переодеть сразу на спицы если у кого-то есть укороченные нужного размера но не всегда во первых они свободном доступе две пары да то есть на оба рукава во вторых просто удобнее чтобы ничего не соскальзывало переодеть на обычную нить другого цвета я довязала забыла взять ножницы так закрепила потом я просто освобожу ниточку и распущу вот такой вот рукав у меня получился вот такой вот ширины плюс сейчас будут подрезы то есть рабочая нить у нас осталось здесь же да и мы набираем обычные подрезы вот таким вот способом 2 3 4 9 10 можно конечно же заморочиться сделать также на открытый наборный край сделать которые потом распускаются подхватываются петли и просто вяжем вниз до или вверх рукав но я не вижу никакой особой разницы для меня это не принципиально поэтому я делаю чем проще тем лучше итак набрала 10 петель и вижу теперь спинку здесь также две петли реглана у нас ушли в спинку провязываем ее вот до самого конца и здесь тоже провязав две регланной линии я закрываю 62 петли рукава опять также набираю 10 петель подрезов и включу 2 регланной линии сумму переда петель переда продолжаю вязать по кругу просто лицевыми рядами ничего сложного и таким образом мы вяжем по кругу на ту длину которая нам необходима у всех у нас разные строения тела у всех у нас разный торс и у всех у нас разные фигуры я предпочитаю делать либо удлиненную вещь либо укороченную таким образом мои бедра кажутся уже до когда линия вот это не на бедрах а чуть ниже либо чуть выше вы уже смотрите по себе по своим фигурам потому что вам идет и я сделала два сокращения здесь по краям по одной петле убрала в третьем ряду и в восьмом ряду то же самое по краям вот перед имитация шва здесь у меня имитация шва из двух петель изнаночных я провязала изнаночной вместе с лицевой изнаночной вместе с лицевой вот таким вот образом это выглядит после стирки я думаю будет вообще аккуратно выглядеть и все на этом то есть четыре петли я сократила из подреза было 10 стала 6 петель подреза и таким образом я продолжаю вязать ну с той стороны соответственно то же самое вяжем дальше провязав примерно 31 сантиметр от подрезов мы переходим на спицы номер два и делаем ложную кит левку делается она таким образом ложная кит левкой лимитации кит левки нам нужно сначала увеличить петли в два раза провязав несколько рядов полой резинкой сократить эти петли то есть убавить их опять до того количества которое было и так мы вот здесь вот находимся на имитации шва переходим на спицы номер два миллиметра либо на пол миллиметра меньше соответственно тем которые есть у вас спицы на которых вы вяжете провязываем лицевую а далее из протяжки между петлями мы подхватываем ее перекрещиваем провязаны так опять-таки лицевую лицевая лицевая и скрещенные протяжки лицевая поднимаем перекрещиваем вяжем лицевую и таким образом вокруг мы увеличиваем все петли мы увеличили петли в два раза при этом шов у нас остается изнаночными петлями и начало и конец здесь вот допустим лицевая петля и здесь лицевая петля и здесь тоже у шва две лицевые петли я имею ввиду будут у нас дальше сейчас мы вяжем полой резинкой это делается таким образом мы лицевой провязываем вот это вот первую изнаночную которую мы вязали лицевой из скрещенной протяжки мы снимаем как изнаночную лицевая эту петельку скрещенную мы снимаем как изнаночную лицевая изнаночная лицевая изнаночная и так далее по кругу до конца ряда в следующем же ряду мы будем наоборот провязывать изнаночные а лицевые снимать таким образом вяжется полая резинка я показываю как это должно выглядеть да вот у нас образец будет утолщение и так мы должны провязать либо 4 либо 6 рядов все по вашему желанию я буду вязать 6 чтобы она такая немножко больше выпуклая была и дальше мы будем петли сокращать провязывая 2 вместе подряд 2 вместе 2 вместе 2 вместе вот с изнаночной стороны это будет таким вот образом выглядит и уже дальше будем вязать резиночку один на один опять переходим под конец на полую резинку и закрытие иглой основные моменты я тоже обязательно покажу как мы провязали четыре или шесть рядов вот у меня допустим шесть рядов провязана и полой резинкой вот такая вот такое утолщение у нас появляется и дальше нужно сократить петли провязывая по 2 вместе вот таким вот образом лицевая с изнаночной лицевая переворачивается чтобы она была не перекрещенной то есть переворачиваем провязываем вместе с изнаночной переворачиваем переодеваем другой стороной провязывая и дальше переходим на резиночку один на один и вяжем необходимое количество сантиметров резинка один-на-один и так отвязав необходимое количество сантиметров резинки я перехожу опять на полую резинку так тут у меня моточек закончился сразу покажу как я присоединяю я не делаю узелков я просто беру кончик вот такой вот по длине и здесь соответственно меня еще остается ниточка и я связываю все вместе. Итак, вот у меня начало ряда, и я перехожу на полую резинку. То есть лицевую я провязываю, изнаночную снимаю, лицевую провязываю, изнаночную снимаю. Буквально все. Дальше я уже перехожу на длинную нить, кончики я потом уберу, спрячу все, протянув иголкой вот в этот шов. Лицевую снимаем, лицевую изнаночную снимаем, лицевую изнаночную снимаем. На швах, вот здесь в данной имитации шва, у нас не будет полой резинки, но мы не будем много рядов вязать, поэтому разница не будет настолько видна в высоте. Второй ряд вяжется наоборот, то есть лицевую снимаем, изнаночную провязываем. Так, мы провязали два ряда полой резинкой и дальше нам нужно отрезать нить в два раза больше, чем длина изделия. Вот как-то так на глаз. Так, также нам понадобится и глаз с тупым кончиком и начинаем закрывать иглой. Наша задача две лицевые вот эти вот рядышком, которые стоят, сшить вместе. Ну и соответственно две лицевые, которые сзади тоже. И таким образом получается сшивание всего полотна, всего края. Итак, первая у нас вот эта вот петля идет имитацией шва, она изнаночная. Нужно ее сшить со следующей петлей изнаночной. Вот видите, это изнаночная с вот этой изнаночной. Так, переворачиваем, вот она у нас и подхватываем. Протягиваем аккуратно нить. Дальше мы зашьем вот эту вот изнаночную, хоть она изнаночная, но с лицевой вот с этой. Просто потому, что у нас тут вышло, что имитация шва идет до конца. Ну это ничего страшного. Так, сшили тоже две дужки, которые рядом. Отпускаем все петли. Теперь подхватываем с обратной стороны лицевую. Для этой стороны она изнаночная. И следующую лицевую. Также их сшиваем. Также сшиваем рядом стоящие лицевые с лицевой стороны. Тоже опускаем все. И опять-таки переворачиваем, сшиваем лицевые. Возвращаемся на лицевую сторону, сшиваем вот эти лицевые. И так далее. В принципе ничего сложного, просто нужно внимательно следить, чтобы подхватывать именно те нити, которые нам нужны. Переворачиваем, сшиваем. Вот так. И сложность в том, что нить длинная. Можно ее, кстати, сложить в несколько частей и засунуть опять-таки вот сюда, вот в это ушко. Но тогда будет сложно протягивать через узкую петлю. Поэтому я этого не делаю. Нужно не терять петли. Тоже важно. Иногда она может заскочить. Видите, мы ее поднимаем и сшиваем с рядом стоящей. Ну и так далее. Еще важно не затягивать слишком туго, потому что есть такая опасность затянуть. Потом будет сложно одеваться вообще некрасиво. Так что старайтесь посвободнее, но тоже не очень свободно. В демо должна быть какая-то золотая середина. Я надеюсь, что вы поняли принцип. Вот такой вот у нас край получается. Встретимся, когда я закрою все. Итак, низ изделия закрыт. Вот так вот это выглядит. Все аккуратно, все красиво. У меня еле хладило ниточки, так что оставляйте все-таки подлиннее немножко. Вот это я потом спрячу вот сюда в шов иголкой. И общая длина у меня от вот этого, от этой точки, от плеча и до низа у меня вышло 57 сантиметров. Дальше мы берем спицы номер 2,5 и круговые с укороченной леской. И набираем вот здесь вот по кругу петли рукава. Аккуратно из центра вот отсюда начинается наш ряд, да, и постепенно распускаем вот эту вот ниточку, которую мы закрывали. Все. И переодеваем на спицы. У нас должно получиться 80 петель и мы провязываем уже по кругу. Я не делала имитацию шва на рукаве, вы можете сделать. И делаем закрытие. Первое закрытие, вот обратите внимание, мы провязываем раз, два, три ряда, даже два ряда, да, два ряда. И в третьем я делаю закрытие двух петель. Две вместе провязала, потом одна лицевая, еще одна лицевая, да, тоже начало ряда. И опять две вместе с наклоном к вот этим двум лицевым. И дальше вот через 11 рядов, через 10 рядов в 11 я делаю то же самое. То есть две вместе, две лицевые, опять две вместе. И опять-таки через 11 рядов я тоже делаю две вместе, две лицевые и так далее. Я буду сокращать пока в каждом 11 ряду. Я сделала 10 убавок в каждом 11 ряду. Только в первый раз у меня было в третьем ряду, дальше я каждый раз в 11 ряду делала убавки. У меня получилось 39 сантиметров. И в последнем ряду я убавила, кроме вот этих двух петель, еще 4 петли равномерно. Теперь мы переходим на спицы номер 2. И так же, как вывязывали край изделия по низу, так же мы переходим на увеличение, на полую резинку. 6 рядов и так же на их сокращение, опять-таки, и вывязывание. Безиночки 1 на 1 закрываем точно так же иглой. У нас должно получиться 56 петель. Пришло время обработать горловину. Нам нужны две пары спиц с длинной леской, примерно одинакового диаметра. Но это не обязательно, можно, в принципе, потом поменять. И начинаем мы. Вот у нас правое плечо. Здесь идет линия реглана. Прикладываем в ней рабочую леску. Вот сюда назад укладываем ее. Берем рабочую нить. Можно сразу присоединить иглой, да, прошить. Но я не делаю так. Я в конце все кончики прячу. Начинаю вывязывать с первой петли регланной линии. Подхватываю рабочую нить. Так, следующая. Я завожу спицу в следующую петлю, но подхватываю уже сверху. Вот не снизу, да, а как бы оборачивая леску задней спицы. Так, плотненько подтягиваем. И каждый раз в следующую петлю. То снизу мы захват делаем. Так. То сверху. Под леской. Над леской. Так. Под леской. И над леской. И так мы делаем по кругу, по всей горловине. У нас на этой спице получилось. Так. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Здесь тоже восемь петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вот у нас сейчас восьмая будет. То есть у нас должно быть одинаковое количество петель. И на этой спице, и вот на этой спице. Когда мы вот так вот пройдем по кругу, мы уже будем вязать сначала изнутри вот эту вот сторону, да. Либо наоборот, вот эту снаружи, да, свяжем. Потому что здесь рабочие спицы у нас хорошие. Потом поменяем спицы. И либо вот у меня одинакового размера, поэтому я на этих дальше буду вязать. Провяжем три ряда здесь. С этой стороны три ряда с этой стороны. Лицевыми петлями. Здесь, когда мы переходим на V-образную горловину, аккуратно обращайте внимание, чтобы попадать вот тоже в эти петельки. Две петли мы в каждую. Третью петлю поднимаем между петель. Опять две петли в каждую. Третью между петель. И так далее. По крайней мере, так задумываю пока. Встретимся с вами, когда наберем все петли. Ну и вот здесь вот у нас будет раз, два, три. Вот так вот мы поднимаем. Я хочу вам показать, на какой я сейчас стадии. Я провязала три ряда вверх с этой стороны лицевыми петлями. И три ряда вверх лицевыми с этой стороны. Сколько у меня петель? У меня набралось 180 петель. И я первый ряд провязала без изменений. Во втором ряду я сделала убавку. И в третьем ряду я тоже сделала убавку. Убавляем мы вот таким образом. Я покажу здесь. Просто, чтобы вы поняли, как я это делаю. Вот, допустим, у нас три петли. Мы должны сократить таким образом, чтобы центральная была сверху. Мы сзади вот так вот провязываем первую и третью вместе. Центральная у нас на спице. Снимаем. Накидываем обратно. Так, чтобы она смотрела у нас и та, и другая. Чтобы смотрели они у нас налево. Потом центральную петлю мы набрасываем вот на эту, которую только что мы надели. Вот. У нас получается первая петелька, центральная петелька сверху. И две петли сократили. Таким образом будет создаваться косичка в центре. Вот именно здесь. И точно так же мы делаем сокращение сзади по изнаночной стороне. Потому что все должно быть идентично. Провязав три ряда с этой стороны, провязав три ряда с задней стороны, с внутренней стороны. Мы должны будем следующий ряд провязать. Вот мы довязали до плеча. Здесь у нас начало ряда, да, это внутреннюю сторону я провязала только что. Переворачивая опять на лицевую сторону. И теперь вот у нас перед нами идет два ряда спиц. Провязываем две вместе лицевой. И так далее. Здесь мы провязываем просто по две вместе лицевыми. После того, как мы провязали две стороны вместе, мы вяжем вверх резиночкой один на один. У меня получается в каждом ряду идет сокращение по две петли. То есть по одной петле с каждой стороны. И в конце я провязала 9 рядов вверх. И в конце два последних ряда я провязала полой резинкой. И закрыла иглой. Обработка точно такая же, как и здесь. Получается вот такой вот красивый треугольник. Обязательно выравнивайте вот эту центральную петлю, чтобы она была в каждом ряду одинаковая. Чтобы все они были одинаковые. И вот такая вот горловина у нас получилась. Здесь у меня конец ряда. Очень удобно протянуть вот здесь вот ниточку. И спрятать вот в этот вот кармашек. Сейчас все ниточки я спрячу вот сюда, вот в этот кармашек, который у нас образовался. Прячем кончики и проводим ВТО. Стирать нужно тщательно, выстирывая пропитку и выкладывая так, чтобы наш пуловер был ровным, не косил. Такая вот аккуратная горловина получилась. Все края у нас с одинаковой отделкой. На этом мой мастер-класс подошел к концу. Я буду очень благодарна, если вы будете вязать это изделие и отмечать меня в инстаграме. Ссылку на свой инстаграм я оставлю под этим видео. До скорых встреч. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»